Сначала я расскажу, кто такой куратор и его роль на проекте. Куратор — это человек, чья профессия, чья миссия — объединять людей, явления, смыслы. Моя позиция как куратора — я quite curator, то есть я просто показываю лучшее из того, что существует в медиа и аудиовизуальном искусстве, и моя позиция такая — я хочу только помочь. Я работаю с уличным искусством, искусство, которое живет в городе, искусство вне рамок музеев, галерей. Меня на всей этой истории привлекает взаимодействие визуального, звукового, уличного, архитектурного присоединения, действительно возможно появление новых смыслов. Мы — художники, которые строят глобальные арт-инсталляции по всему миру. Участники всевозможных фестивалей, в частности, американского фестиваля «Бернинг Мэн». Ну, надоело в какой-то момент просто быть гостями на фестивале, захотелось не только потреблять, но и что-то создавать. То есть делаем что-то, чем смогут пользоваться люди, да, чем смогут наслаждаться люди, смотреть на это, бывать там внутри. И несем некую свою идеологию. Мы — творческая единица фрикфабрик «Две хрупкие девушки», которые занимаются реконструкцией и организацией пространств для проведения каких-либо культурно-массовых мероприятий, а чаще всего рейвов. Новое пространство — это всегда сложно, это всегда неожиданно. Стараемся сохранять исторический контекст данного здания, в котором мы работаем. То есть философия фрикфабрик заключается в создании и создании. Я художник по образованию, учился в художественном. Потом в какой-то момент мне в жизни попался компьютер, и меня вштырили эти возможности. Я впервые открыл 3D-программу, я так офигел, что потом я не спал, наверное, несколько месяцев, пока не накопил, но заработал денег и купил себе компьютер, вот, и стал пытаться что-то делать сам. Всей этой штукой занимаюсь с 98-го года, то есть почти 20 лет. Я визуал. Станислав Аудиал. Моё видение отличается от видений других людей. В этом есть интерес коллаборации с другими артистами, кто как видит музыку. Визуальные студии образовались одновременно с переездом в Берлин, поэтому весь, так сказать, наш творческий путь, собственно, построился именно здесь. В целом, если говорить об аудиоискусстве, то тебе нужно уродиться музыкантом или иметь какой-то талант. Если говорить о визуальном искусстве, ты можешь изучить всё и попробовать применить его на себе. Ты можешь использовать все инструменты для того, чтобы передать свою идею, даже не имея таланта. Почему я в проекте артификация? Для меня очень важен принцип проекта – это коллаборация и сотрудничество. И здесь очень важно, что начинающим художникам даётся возможность сотрудничать с опытными авторами. Это всегда очень интересно, как обмен идеями, когда объединяются люди разных взглядов, разным опытом, с разными техниками и в разных жанрах. И в результате, я думаю, может получиться очень-очень интересные проекты. Очень любопытно увидеть, что будет. Во-первых, это ново, и как банально бы не звучало, всё новое появляется часто при смешении уже существующего. Здесь мы рассматриваем и музыку, и инсталляции, и recycle, и public art, и performance. И всё это ведёт к одному большому фестивалю. Во-вторых, потому что это свобода. Потому что у этого проекта нет каких-либо институциональных рамок, и он не принужден выполнять какие-то задачи. Ни политические, ни галерейные, ни какие-либо. То есть это свобода выражения. И плюс это масштабный проект. Мне кажется, что это хорошая возможность для молодых художников реализовать себя. Сейчас люди из разных сфер недостаточно сотрудничают друг с другом. Нет активного общения. Есть какие-то свои отдельные тусовки, которые варятся, общаются между собой. Всегда, когда живёшь в Европе, на самом деле ты понимаешь, что, типа, здесь как бы общее пространство. Постоянный круговорот людей, он, ну, как бы, децентрализованная структура. Я думаю, это один из плюсов главных вообще нахождения именно здесь. А у нас очень замкнутая структура в России. И в силу этого не происходит творческого обмена, на самом деле. Всё варится в каком-то замкнутом саху. На мой взгляд, ничего подобного в России не было. Ничего подобного с точки зрения именно современного искусства, уличного искусства и таких глобальных инсталляций. То есть есть, конечно, фестивали академические, да. Здесь же будет такой симбиоз разных направлений. И, на мой взгляд, это уникальная штука. За эти две недели 100-200 человек становятся одной большой семьёй. Взаимодействие между этими людьми происходит в совершенно ином ключе, нежели на самом фестивале. То есть каждый участник, он наполняет чем-то положительным, позитивным членов этой команды. И происходит некое переопыление. Кто-то говорит о своих идеях, кто-то говорит о своих умениях. Кто-то предлагает что-то новое. Сам формат ивента, где искусство совмещается с рейвом и происходит попытка как бы сплавить две аудитории, мне, в общем, всегда была близка. Если мы касаемся раздела паблик-арт, то можно попытаться сохранить ту самую свободу, которая всегда есть на улице и в уличном искусстве, если оно делается, опять же, искренне. Что может дать участие в проекте «Артификация» начинающим художникам? Это очень хорошая возможность получить какой-то импульс, ускорение и выйти на совершенно новый уровень. Почему так важно аудиовизуальное искусство? Вообще искусство важно, потому что если бы у меня не было возможности себя проявить, то, наверное, я бы была менее счастливым человеком. «Артификация» — это свободный проект, который вмещает в себе различные формы искусств и коммуникаций. Уникальная возможность для ребят, которые еще ничего не делали, но у которых есть желание что-то сделать — это возможность получить тот опыт, который уже, может быть, мы сможем его передать. Часто у молодых художников нет возможности реализовывать свои проекты на массовую аудиторию, масштабно. И от этого публики, мне кажется, часто складывается мнение, что если художник молодой — это что-то так. Мне кажется, что в «Артификации» мы покажем, что молодой художник или саунд-артист — это значит, что это круто, свежо и новое. Самое главное в нашем проекте — это объединить людей, то есть объединить их идеи и посмотреть на это со стороны, что из этого получится, чтобы мы увидели проявление сегодняшней мысли. Польза в том, что мы супер открыты, вот, конечно, у нас есть какие-то эстетические требования к тому, что мы хотим видеть. Отправить заявку может абсолютно любой художник, любой музыкант, любую идею из любого города России. Важно, где ты начинаешь, я бы сказал. Жить нужно, я думаю, поближе, ну и там, где тебе нравится. Если тебе нравится жить в России, в Санкт-Петербурге, в Москве, в Казани, в Калуге. Просто решиться начать что-то делать, и тогда все получится. Живем, работаем, делаем все, что хотим. Все причины, быть счастливым.